Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Изи Мьюзик. Меня зовут Дарья Монакова, и я решила сделать вам небольшой подарок в виде моего курса по сунграйзингу. Он прослужил верой и правдой больше трех лет, и я хочу выложить его на свой канал, так как понимаю, что в дальнейшем хочу немножко апгрейдить курс, хочу внести туда некоторые правки, хочу туда представить новые знания, более сложные, возможно, отчасти более профессиональные, но при этом мне не хочется, чтобы курс, который я уже создала, пропадал, но при этом еще я уже не могу его продавать, так как я понимаю, что я могу сделать продукт гораздо более сильный. Обучающие видео будут появляться на канале по мере поступления, поэтому я буду очень благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одно обучающее видео по написанию песен, по сунграйзингу. Желаю вам приятного просмотра и буду благодарна за ваши комментарии и продвижение данных роликов. Добро пожаловать на мой курс «Сунграйзинг. Написание песен с нуля». Меня зовут Монакова Дарья, и я верю, писать песни может каждый. После нескольких выпущенных альбомов, после стажировки в Berklee College of Music в Бостоне, я готова делиться с вами всеми лайфхаками, знаниями и готова раскрыть все секреты, чтобы вы тоже написали классные песни. Думаю, то, что я смогу вам помочь, и у вас больше не возникнет вопросов, как написать песню. Итак, приступим. Возможно, вы просто хотите писать сильные песни, как у ваших кумиров. Возможно, вы когда-либо брали уроки фортепиано, либо гитары, либо уроки вокала, и хотели написать свою песню. Возможно, вы уже пишете свои песни и хотите продолжать это, но бывают ступоры, и вы не знаете, как продолжить, либо закончить свою песню. Несмотря на причину, музыка для вас — это нечто большее. Искусство — это процесс, который требует обязательной практики. Итак, сейчас мы разберем главный вопрос — вдохновение. Что нас вдохновляет и как получить это вдохновение? Все великие песни начинались с идеи. Возможно, вы когда-либо сидели на скамейке, смотрели на людей и представляли истории их жизни, фантазировали. Возможно, вы читали кучу книг, смотрели много фильмов. В общем, все, что угодно. И бывает так, что какая-нибудь мысль засядет вам в голову, и, не знаю, это может быть строчка, это может быть какое-то словосочетание, которое потом способствует идее, например, идея припева, идея куплета, не знаю, либо мелодическая идея. Это и есть вдохновение. У меня был один случай. Я отдыхала в относительно жарких странах и увидела птицу калибри. И могу сказать, что это был неизбываемый момент. И теперь птица калибри у меня ассоциируется с неким вдохновением. Вы когда ее видите, это мгновение, и вы должны его запечатлеть. То же самое с вдохновением, да? То есть вы должны жить моментом. И это очень важно. Как сунграйтеры мы должны искать вдохновение своей повседневной жизни. Это значит, что мы открыты к эмоциям, открыты к чувствам. Вы можете чувствовать все, что угодно. Злость, счастье, радость. И обязательно нужно чувствовать все противоположности. Потому что песни бывают абсолютно разные. Бывают песни о счастье, бывают песни о неразделенной любви. И вы должны обязательно фокусироваться на этих вещах. Так или иначе, все эти чувства, все эти мысли отражаются в наших песнях осознанно и неосознанно. И вот один момент. Сейчас возьмите себе на заметочку очень важный аспект. Бывают, идеи приходят совершенно внезапно. Вдохновение, оно неуловимо, как и птица калибри, про которую я упоминала ранее. Обязательно берите с собой блокнот, ручку, либо, не знаю, может ваша идея там запечатляться на какой-нибудь девайс, да? Обязательно записывайте их. И тогда вы их не потеряете. И потом с этим идей можно работать. И вы потом сами поймете, как. Например, бывают частые случаи, когда человек засыпает, и к нему приходит какая-то мелодия, либо приходят какие-то стихи. И он такой думает, ну ладно, утром я запишу все. Это большая ложь. Обязательно, даже если вы хотите спать, и это очень трудно, встать, взять диктофон, записать вашу идею, сделайте это. Это позволит вам запечатлеть ваши идеи прямо в первозданном виде. Не забывайте, что вот вы записали идею, и вы должны обязательно ее оставить в первоначальном виде. Бывает так, что вы сразу, да, вот вам пришла идея, вы сразу с наслоением делаете абсолютно там разные еще другие идеи. Потом это вам, как сказать, в ступор, да? И вы потом еще хотите первоначальную идею менять. Нет, остановитесь, отложите главную первоначальную идею, да, которая вот, ну, вдохновение пришло, да, все, отложите, забудьте про нее. Потом со свежей головой, со свежими мыслями вы сможете подойти к ней совершенно новым взглядом. И тогда вы уже не захотите менять первоначальную идею, которая является, вот, я уверена, стопроцентно хорошей. Когда идея приходит внезапно, она максимально крутая. И не забывайте, да, про это потом на слоении. Вот, и если у вас какой-то ступор появился, обязательно следите, да, на каком месте это появилось. И если вы в чем-то сомневаетесь, вот, заметьте этот момент, потому что он потом, этот момент вас будет тревожить очень сильно. Позвольте себе мыслить как сунграйтер. Любая активность в вашей жизни влечет новые идеи, то есть вы их привлекаете в свою жизнь. И иметь сознание сунграйтера, это значит не жить на автопилоте, это значит искать каждый раз новую идею, которая может помочь родиться песня, например. И это очень важно, да, то есть даже какие-то банальные вещи, вы там, не знаю, выехали на природу, наблюдаете за шумом леса, например, или с кем-то поссорились элементарно, да, бывает у всех такое, абсолютно жизненные ситуации. Обращайте на них внимание. Это не значит, что вы там, да, жизнь течет, и вы размеренно живете. Нет, все сунграйтеры не живут очень размеренно, они постоянно находятся в наблюдении. И не обязательно говорить о своей жизни, вы можете говорить о чьей-то еще жизни, да, вот вам друг может рассказать какую-то классную историю, как он там классно отдыхал, там, не знаю, в Майами, там, не знаю, его тачки окружали, вообще шик-блеск. Ну, возьмите эту идею, почему бы не писать про эту песню, как будто вы были в Майами. Любое может подтолкнуть вас именно к написанию песни. Прокачиваем наши мускулы. Что же делать, если вдохновение ушло? Мы в тупике, не знаем, что делать. Это бывает у всех. Без вдохновения мы никогда не начнем песню, но без навыков мы никогда ее не закончим. И в этот момент вступают навыки сунграйтера в силу. И сейчас мы будем говорить, да, что это за навыки такие, и как их использовать, как начать песню, и какие есть способы. Навык — это вес. Представьте, что вы в спортзале. Это, наверное, самый мой любимый пример. Любой навык не прокачивается, если его не прокачивать элементарно. То есть вы садитесь и пишете. Если вы не сидите и не пишете, то ничего к вам не придет. То же самое в спортзале. Вы не будете стакилограммовую штангу вначале поднимать, иначе потом на следующий день будет очень больно. Поэтому, да, потихоньку, небольшими шагами двигаемся, тренируемся, и тогда это будет очень результативно для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!